всем огромный привет сейчас 5 часов утра не удивляйтесь 5 часов утра это обычно то время когда я еду на дачу это самый удачный вариант поскольку можно проехать достаточно быстро несмотря на то что все равно все куда-то едут я как тот райкин всегда удивляюсь но я так тетки а все куда и я продолжаю этот формат не знаю вообще увидите в это видео или нет я думаю может быть может быть увидите посмотрим потому что из-за шумов машине я снимаю уже такое таговое видео не первый раз и когда я приехала и посмотрела на каком шумовом фоне все это происходит то есть я вообще ужаснулась и подумала что вряд ли эти видео вообще когда-то увидят цвет но посмотрим а возможно и увидят и возможно эту сейчас речь вы тоже послушали а короче я думаю что я попробую еще записать парочку видео по дороге на дачу а таговых видео которые я нашла и которые меня заинтересовали и приступим к первому из них это вышивальный так или или от анны третьяк сейчас тронемся и начнем я уже говорила о том что меня немножко сбивает слову подбор поскольку может быть она не совсем корректная потому что в моем понимании подбор это под собственный подбор ниточек возможно даже собственное цветовое решение когда вышивальщица сама принимает решение менять этот цвет менять этот цвет исходит из тех ниток которые у нее есть я имею ввиду решает цвет какой взять хорошо ли гармонично будет смотреться это я называю подбором а вот то когда набор собирается по ключу то скорее всего это комплектация так вот моем случае я пользуюсь наборами очень много для меня это очень устраивает потому что я честно говоря не люблю дополнительных телодвижений когда нужно что-то подыскивать единственное что если совсем что-то такое оригинальное и как бы не без этого это тоже происходит но наборы меня устраивают стопроцентно потому что в наборах практически все есть кстати я была удивлена когда в последнее время купив наборы от Алисы я обнаружила так нет не по-моему не от Алисы от панны а вот фирмы Клард я обнаружила что там не кладут иголочку уж не знаю во все ли наборы или нет но вот эти маленькие наборы иголочку не клали не могу сказать что меня это возмутило но удивило по меньшей мере потому что я настолько привыкла что обеспечивается вышивальщица всем материалом что к отсутствию иголочки это просто было безобразие но и подбором имея ввиду комплектации я тоже вышиваю так как некоторые сюжеты некоторые схемы мне очень нравится в журналах и мне очень нравится схемы которые удалось найти в интернете или авторские схемы авторские схемы я приобрела только тогда когда увидела что и набор тоже можно приобрести то есть девочки уже выходят на новый уровень они уже комплектуют все и продают набором вот это мой вариант мне удобнее купил и все второй вопрос вышивать строго по ключу или вносить свои нововведения менять канбу нитки еще там что-то я обычно вышиваю строго по ключу очень редко когда я ношу какие-то изменения хотя это было не без этого и это было уже в эру ютуба мою я имею ввиду когда я вышивала на день влюбленных няшных котика и собачку то я там поменяла кангу на кангу с сердечками и добавила пуговичку сердечка то есть если есть возможность привнести вот это дороги что если есть возможность что-то привнести и это не испортит нисколько а наоборот наверное послужит верой и правдой моей цели то да почему нет могу поменять меняла кангу когда видела что канва чем-то была испачкана и меняла или буду даже скорее всего менять кангу когда буду вышивать хомяка потому что спасибо большое одной вышивачице не помню конечно как зовут простите ради бога но она сказала что вышивала на предоставленный канве на оборе 18 каунта и ей не понравилось вернее как там ложатся бисер поскольку бисер не помещался на 17 каунт и я буду менять на 16 третий разметка маркером или мононитью только маркером для меня разметка мононитью это опять же из разряда лишние тела движения то есть какая-то вот эта подготовка я честно говоря не очень люблю тщательно вот так вот все подготавливать мне кажется разметка мононитью занимает достаточное время во всяком случае дольше чем маркером это стопроцентно это во первых а во вторых маркер меня никогда не подводил и я сейчас пользуюсь и с самого начала как-то получилось так что я пользуюсь кловером маркером и не столкнулась ни разу с тем что он как-то себя повел неправильно фу-фу-фу за что я очень благодарна ему поэтому для меня маркер рулит следующий вопрос схема цветная или символьная несмотря на всю простоту вопроса для меня достаточно сложный вопрос потому что я не могу сделать выбор между цветной или символьной схемой то мне кажется что на символьной схеме удобно вышивать поскольку ты зачеркиваешь без проблем и ты видишь что у тебя отшито и что у тебя не отшито то иногда символьная схема такая что приходится какие-то крестики выделять ну вот как делает Светочка Левченко выделяет крестики для того чтобы понять какая группа крестиков вышивается каким цветом и это действительно приходится делать сейчас я вышиваю ежевику от Риолис и там цветная схема и мне очень нравится я вообще не люблю вот преодоление трудности в чем-то мне нравится чтобы не знаю мне не скучно от того что все как бы по маслу идет я наоборот очень расслабляюсь успокаиваюсь и получаю удовольствие когда именно идет все по маслу я понимаю что есть люди которым нравится преодоление трудностей которые любят получать удовольствие именно от того что они преодолевают эти трудности ну да у меня тоже бывает такое но если меня спросить или или что ты выберешь то скорее всего по маслу это мой вариант следующий вопрос вышивать парковкой или по цветам я все время вышиваю по цветам вышивала по цветам и сейчас продолжаю вышивать по цветам но стараюсь придерживаться какой-то логики хотя бы если это возможно вышивать какими-то квадратами о методе парковки я вообще узнала из ютуба если бы не ютуб то и метод парковки прошел бы мимо меня либо моего внимания и я пробовала вышивать методом парковки свой рождественский сапог мне кстати очень помогут в тот момент хотя я там же перешла и на цвета но я думаю что метод парковки очень хорош как раз для тех работ а-ля хает там где очень большая работа и большая смесь цветовых решений и по цветам вышивать ну это мне кажется будет мука как раз парковка это вот то решение которое выручает данном случае так что несмотря на то что я вышиваю по цветам я могу вышивать и парковкой мне кажется вполне могу попробовать вышивать парковкой но я еще не спец парковки следующий вопрос вышивать с монитора или с бумажной схемы для меня однозначно лучше вышивать с бумажной схемы во первых если вышивать с монитора то ты все время привязан к этому монитору это во первых во вторых на мониторе невозможно увидеть сразу всю схему то есть приходится обычно все время двигать схему чтобы перейти от одного участка к другому бумажная схема же опять удобно потому что можно ориентироваться свободнее а во вторых всегда монитор нужен для того чтобы посмотреть например ролики на youtube или включить фильм или еще каким-то образом сопроводить свою вышивку поэтому схема следующий вопрос гем наперсток или без него к сожалению я не пробовала гем наперсток единственное что я помогала себе своей иголочкой когда вышивала стежки на рождественском сапоге поскольку там очень много сложений нити было и для того чтобы распрямить их конечно мне приходилось поправлять иголкой то есть у меня всегда была в руке еще в левой руке иголочка и я пользовалась наверное как гем наперстка к сожалению к самим гем наперсткам я никогда не пользовалась но честно говоря очень хочется то есть если бы мне кто-то этот гем наперсток подарил потому что я даже не вижу его в продаже но я видела как девочки сами делают но не знаю пока себе трудно вообще представляю как это поэтому мне трудно ответить на этот вопрос однозначно но сейчас я вышиваю песнику это точно станок или пяльца куснапы опять же этот вопрос из разряда того что чего-то нет и поэтому ты не выбираешь станок но возможно я выбирала бы станок если бы у меня он был кстати я подумываю о покупке именно станка и видео девчонок о станке оманик меня очень будоражит я бы с удовольствием его приобрела возможно и приобрету но сейчас я вышиваю на пяльцах и на куснапах и пользуюсь только подставкой под пяльцы и куснапы есть у меня еще рама на такой настольной подставочке то есть она соединена с этой подставкой и вот на ней я вот вышиваю на даче она 30 на 30 и вот такие работы среднего размерчика которые туда натягиваются я вышиваю именно на на этих рамах следующий вопрос большие работы или маленькие хотелось бы большие но вышиваю маленькие всякие всякие если серьезно то всякие работы размер работы это не самый определяющий критерий выбора набора сейчас буду говорить про наборы да и вообще выбора сюжета поскольку сюжет выбирается и из журналов так вот его размер не самый определяющий критерий хотя один из важных потому что я всегда думаю а что я буду с этим делать дальше если это идет куда-то на прикладную вещь это должно быть определенного размера если это картинка на стенку то это тоже должна быть какого-то определенного размера работа поэтому у меня есть всякие работы вот только не вышиваю такие огромные а-ля хаед работы мне кажется у меня не хватит терпения на такие работы или я буду вышивать ее вообще всю жизнь откладывая и берясь за нее вновь и вновь поэтому именно может быть поэтому у меня достаточно много маленьких наборов и то я ими заинтересовалась последние полгода ну вот со мной это происходит каким-то таким образом следующий вопрос в следующий вопрос Вышивка сидя на стуле, кресле или в кровати полулёжа. Я всегда вышиваю на стуле или в кресле. Честно говоря, даже не пробовала вышивать в кровати полулёжа, поэтому не могу оценить. Но мне кажется, для того, чтобы вышивать полулёжа, нужно иметь либо хорошую какую-то подушку, либо что-то такое достаточно удобное под спину. Может быть, придёт то время, когда я буду вышивать в кровати полулёжа, но сейчас я вышиваю только сидя, предпочитая, естественно, на кресло. Потому что настолько жёстко сплющенной попой вставать со стула через 10 часов. Это да, это жестоко. Следующий вопрос. Органасер специальный или самодельный? Я, естественно, предпочитаю специальные органайзеры. Отряда, есть у тебя деньги, купи то, что уже готово. Не мучайся, не придумывая велосипед. Потому что, ну, с другой стороны, если бы не было специального органайзера, подругой, сейчас на Ютубе столько всяких видео, как сделать самодельный органайзер без проблем, то я бы сделала самодельный, если бы мне, например, нужен был, а специального нет. Но на сегодняшний момент, при наличии денег, я выбираю специальные органайзеры. Из разряда купил и пользуйся. Следующий вопрос. С лупой или без нее? Вы знаете, скорее всего, я в итоге приду к вышивке с лупой, как мне кажется, поскольку зрение садится. Сейчас я даже не всегда могу понять. Иногда взор затуманивается, и очень трудно, приходится фокусироваться или восстанавливать вот этот фокус. И мне кажется, что с лупой, конечно, ты различаешь больше и крестики, и на схему удобнее смотреть. Но это я говорю о той лупе, которая у меня есть, такие лупочки. Но есть и минусы в этом деле, поскольку все-таки от использования лупы очень устают глаза. Лично у меня. Как-то вот в нулевых годах, когда я вышивала, я пробовала пользоваться лупой. Ну вот такой, который упирается в грудь, и ты можешь посмотреть через лупу. Не знаю, не близко к глазам находится. Так вот у меня вестибулярный мой аппарат все время восставал. Потому что нужно было фокусироваться то на схеме или на вышивке, скорее всего, на вышивке. Это нужно было фокусироваться на вышивке с лупой, и потом переводить взгляд на схему, которая без лупы. И вот этот вот разный фокус, честно говоря, меня очень утомлял. Поэтому в основном без лупы, но в каких-то моментах, да, я пользуюсь лупой очками. Следующий вопрос. Вышивать одну или несколько работ сразу? Я уже не удивлю никого. Наверное, те, кто все-таки на какой-то более-менее постоянной основе смотрит мои видео. Конечно, несколько работ сразу. Не могу сказать, что это меня как-то раздражает, когда я вышиваю несколько работ сразу. Как раз наоборот. Я считаю, что это мой вариант. Потому что я, как и многие, устаю от какого-то одного набора. Сейчас мы здесь аккуратненько проедем. Здесь камеры. Иногда я вышиваю-вышиваю и могу прерваться, например, на проект одного дня. Когда нужен всего день, два, ну максимум три дня, чтобы сделать в сюжете. Если у меня есть какая-то мысль о том, как его сейчас использовать, и мне это хочется сделать, то я это делаю. Я вообще считаю, что когда занимаешься хобби, ты никому ничего не должен, ты не обязан. Ты делаешь так, как вот тобой руководит твоя голова. Потому что другой головы у тебя нет. Вопрос равномерка или канва Аида. Я сейчас вспоминаю свой первый опыт вышивки на равномерке. Это был набор от Ланарте. Такой небольшой наборчик. Там была окрашенная равномерка, такого оранжевого, красивого цвета. И вышивался ангелочек, который прилег на сложенные ручки. Так, на стол вроде облокотился. И с таким прищуром смотрит на всех. Возможно, я даже показывала где-то в своих видео эту работу. Я была просто в приятном шоке от того, насколько легко шла и вонка в эту равномерку. Вот по равномерке шьешь, как по маслу. Отсутствует вот этот скрит. Очень тактильно, очень приятно вышивать на равномерке. Я была в полном восторге. Конечно, равномерка не страшный материал, совсем не страшный. Когда я слышу на ютубе, ой, я не вышивала на равномерке, но я очень боюсь попробовать. Для меня вообще очень странно, когда говорят, ой, я боюсь там попробовать что-то сделать. Вышивки. Я хочу сказать, что как раз не надо бояться пробовать на равномерке. Это не совсем не сложно, совсем не сложно. Единственное, что здесь нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться при подсчете этих ниточек. Но к этому быстро привыкаешь, что уже смотришь на эту равномерку, как на шахматную доску. У тебя уже там эти клеточки прямо как на аиде. Хотя аиду я тоже люблю. И вообще я много что люблю. Я люблю разное. И я как раз люблю менять материал, переходить, например, с равномерки на аиду. Переходить с одного каунта на другой. Это дополнительный такой момент, когда ты переключаешься на что-то. Это будет опять помогать тебе не застопориться, не заскучать на чем-то. Опять же, я не из тех людей, которые предпочитают только один каунт. Например, только вышивать на 18 каунте, потому что очень мелкий рисунок получается и очень естественный. Согласна, да, получается очень естественный рисунок. Но там тоже же свои сложности есть. А потом и на большом каунте получаются прекрасные сюжеты. То есть, как бы, если не зашориваться, то мне нравится все. А особенно мне нравится переключаться с одного на другое. Следующий вопрос. Сейчас посмотрим. Вышивать под звуковое сопровождение или в тишине? Я и так, и так могу вышивать. Одно время я предпочитала вышивать в тишине. Но сейчас я, конечно, люблю вышивать под штук. То есть, либо я смотрю ролики, либо я слушаю аудиокниги, либо я включаю телевизор. То есть, для того, чтобы мои руки работали, а голова все-таки что-то переваривала. Хотя в тишине тоже очень хорошо вышивать, потому что ты концентрируешься на вышивке. И мне кажется, даже делаешь меньше ошибок. Вот это как англичане называют балдей. Таскинг, когда ты делаешь много вещей одновременно, что характерно, кстати, женщине. И женщина с этим справляется. Мужчина нет. Для мужчины это стресс. С одной стороны, выручает. Но с другой стороны, психологи советуют этим не заниматься. Потому что, по большому счету, ты как бы полностью не отдаешь себя ничему. Если ты делаешь вышивку одновременно и смотришь, скажем, кино, то ты либо что-то в вышивке пропускаешь, можешь делать ошибку, либо ты кино в какие-то моменты просто-напросто упускаешь, когда начинаешь концентрироваться на вышивке. Следующий вопрос. Забираете ли вы коллекцию, конвы, мулине или покупаете под конкретный проект? И там и так. Вот как бы большой коллекции я не собираю, и у меня нет задачи собрать именно коллекцию чего-то. Хотя я понимаю всю нужность и необходимость, например, иметь всю палитру каких-нибудь ниточек. Что удобно, когда, что называется, что я под хвост попадет, и нужно срочно, а у тебя нет. Но чтобы избежать вот этого стресса в своей жизни, конечно, можно купить всю палитру. Но я почему-то это не делаю. Возможно, и сделаю когда-то. А как же это? Сама с собой я не уверена всегда на 100%, что я это никогда не буду делать. Почему нет? Возможно, и будут. Но я покупаю ниточки под проект, и каким-то образом у меня уже накопилось достаточно DMC, и даже немножко гаммы есть. И даже есть разнообразная конва. Поэтому сказать, что я вообще ничего не покупаю, а только под проект, тоже нельзя. Следующий вопрос. Сдавать багет или оформлять самостоятельно? И то, и то. Пагет, конечно, очень хорошо сдавать, потому что они делают профессионально. И если ты уверен в этих пакетчиках, ну, честно говоря, что... Ну, честно говоря, в жизни можно быть уверенным только в самом себе. На все 100%. Что если уж ты сделал, то сделал. И если ты наделал ошибок, то это твои ошибки. А не чьи-либо еще. Услугами трех пакеток. И... Только в последней пакетке натягивали, как положено, вышивку. То есть нитками стягивают вышивку. Не клеят. И, как мне кажется, ничего не напортачили. И кроме того, багетка, конечно, это дорогое удовольствие. А в Москве очень дорогое удовольствие. Судя по тому, как девочки оформляют в идентичные, ну, похожие, скажем, да, материалы. В других городах. Ну, раза в три это дороже. Раза в три, как минимум, это дороже. Поэтому я, конечно, склоняюсь к самостоятельному оформлению. Да и мне действительно хочется оформлять самостоятельно. Я бы, может быть, и пакет бы нарезала. И спасибо огромное тем девчонкам, которые выкладывают видео о том, как самостоятельно оформить работы в багет и вообще самостоятельно оформить работы. Я все это с удовольствием смотрю и мотаю на укс. Ну, маленькие работы, скажем, я однозначно оформляю самостоятельно, стараюсь во всяком случае. Пользуюсь теми покупными рамами, которые есть в продаже. Или, может быть, что-то еще придумываю. Подарки такие большие, торжественные. Я бы, конечно, пошла оформлять в багет. Следующий вопрос. Дарить или оставлять себе? Честно говоря, у меня нет никаких проблем с подарками. Я могу очень спокойно подарить свою вышитую работу. Если я понимаю, как и все, наверное, мы, да, если я понимаю, что эта работа ценится, не нравится, а даривает вам. Если человек равнодушным взглядом смотрит на вышивку, то я вряд ли подарю ему вышивку. Хоть какую, хоть мелкую, хоть большую, любого размера. Ну и к тому же я очень много вышиваю себе. Вопрос. Знаменитый производитель или путь проб и ошибок? Чего-то меня этот вопрос привел в какую-то задумчивость. Да, наверное, знаменитый производитель. Что значит путь проб и ошибок? Девочки, разъясните, что такое путь проб и ошибок? Я чего-то вообще застопорилась на этом вопросе. Не могу понять. Конечно, я стараюсь покупать у производителей, которые мне нравятся и которые уже зарекомендовали себя. И, естественно, складывается свое отношение к определенным производителям. И иностранным, и нашим, отечественным. И каких-то производителей, допустим, избегаешь, а какие-то, наоборот, очень стараешься. Ну, все зависит от того, какими материалами конфликтуют или нравится ли сюжет у производителей. Лучше перейдем к следующему вопросу. Довольно классические сюжеты или все, что выходит за рамки классики? Ничего не имею против классических сюжетов, но я заметила за собой, что меня все-таки больше притягивает то, что выходит за рамки. Так, ну, классический сюжет я себе представляю достаточно как картины, скажем, реалистического или классического искусства. Да, реалистичность картинки. Когда говорят о классическом, наверное, дизайне, я все время представляю работы каких-то известных художников, которые переведены на вышивку, переведены на схемы для вышивки. Их я тоже вышиваю, но это не классические пейзажи, это не классические портреты. Это, скорее всего, экспрессионизм. Очень притягивает меня. Импрессионизм. Ну, я падкая на необычные сюжеты. Я уже заметила за собой. Хотя, вот, эклиптичность вкуса... Я заметила, что вкус все-таки у меня эклиптичный. Я могу с большим удовольствием радоваться и классике, и мультяшным сюжетом, которые абсолютно далеки от классики. Сейчас мы справимся с... Сейчас мы справимся с... Так, сейчас проедем оплату. Мне кажется, это у нас единственная дорога, которая оплачиваемая, имеет оплачиваемый кусок. Вот по нему мы сейчас проехали, а теперь заплатим денежку. А пока ответим на следующий вопрос. О, кстати, последний. Хомяк или жаба? Угадайте с трех раз. Ну, конечно, хомяк. Хомяк, роющий свою нору. И даже не одну. Удобно ехать с утра, потому что оплата с утра меньше. Обычно так платишь 35 рублей. Тариф, кстати, повысился. А с утра только 15. Какое счастье. Вот. Я думаю, что... Я думаю, что это все мои ответы на вопросы. Огромное спасибо Ане Третьяк за этот тег. Или-или. Прикольный, интересный тег. Не знаю, было ли вам интересно послушать мои ответы. Не знаю вообще, слышны ли были мои ответы в этом грохоте. Автомобиля. Но на этом я завершаю этот тег. Всем желаю прекрасного вышивального настроения. И всем до новых видео. Пока. Приехала на дачу и увидела, что у меня расцвели еще всяческих расцветок гладиолусы. Слушайте, просто хочу заяснять на память даже себе, какая красота. И белый наконец-то появился. Ну вот эти отцветают. Букаччо, по-моему, сорт называется. Вот эти желтые очень красивые. Мне кажется, у них какой-то необычный... У самих цветов необычная форма. У белой красивые. Белые очень долго не распускались. Вот эти очень и очень темные, такие насыщенные бордовые. На камере есть немножко, по-моему, фиолетовый. Да, немного фиолетового оттенка. На самом деле цветы просто темно-темно-бордовые. И вот эти белые... Господи, это не белые, это желтые, но с таким, как львиный зев, да? Немножко подкрашенные. В этом году меня очень радуют гладиолусы. И в следующем году обязательно куплю гладиолусы и насажу. Может быть, не такой вот клумбой, потому что здесь они вот у меня на уголочке растут. Может быть, в рядочек, чтобы они прям вот... Во всей своей красе восхитительно цвели. Спасибо им большое. Спасибо. 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 Спасибо.